Шейдер-эдитор — это редактор нодов, использующийся для редактирования нодов-шейдеров. Поначалу это может немного пугать, но ноды очень важны для гибкой кастомизации. Большая часть функций и основ навигации в шейдер-эдитере также будет работать и для композитор. Это другой редактор нодов в блендере. Во-первых, навигация по редактору нодов очень схожа с навигацией по окну предпросмотра. Удерживаем колесико для движения и крутим его, чтобы приближаться и отдаляться. Передвигать ноды тоже просто. Удерживайте на них левую клавишу мыши. Вы также можете использовать горячие клавиши G, R и S, чтобы перемещать, поворачивать и масштабировать ваши ноды соответственно. Теперь, когда мы с этим разобрались, давайте я объясню вам, как ноды работают. Обычно есть стартовый нод, или несколько стартовых нодов. Затем они комбинируются с другими нодами и в итоге сходятся в одной конечной точке. Аутпут или выход. Как вы видите, у стандартного материала уже есть нод шейдера и выходной нод. Здесь нод шейдера — это стартовая точка, выходной нод — конечная точка. Стоит отметить, что вы можете иметь более одного выходного нода, но одновременно может отображаться только один из них. Тот, который выбран последним. Он подсвечен красным. Положим, мы хотим добавить в редактор текстуру изображения, но на нее скажем в то же время текстуру градиента. Сначала в просмотровщике файлов мы найдем нужное нам изображение, затем переместим его в редактор нодов. Соответствующий нод уже создан за нас. Затем вы можете перетянуть выход Color во вход Base Color нашего шейдера. Можете заметить, что их кружки одинакового цвета. Это подтверждает то, что их данные одного типа. Еще одним способом быстрого соединения нодов является выбор их обоих, переход в меню Node и выбор Make Links. Таким образом создается соединение совпадающих типов данных между двумя нодами. В приоритете — верхние слоты. То же самое делает горячая клавиша F. Все сработало как надо. Вот только я еще хотел добавить градиент. Так что давайте перейдем в меню Add, спустимся в Textures и выберем Gradient Texture. Также есть горячая клавиша Shift-A. С ее помощью тоже меню можно открыть в любое время. После выбора нода из меню Добавления, вы можете нажать правую кнопку, чтобы отменить, или левую, чтобы подтвердить расположение. Давайте разместим ее сбоку, прямо под той текстурой, с которой мы хотим ее смиксовать. Теперь, когда у нас есть текстура градиента, мы можем проверить, как она выглядит. Для этого мы можем соединить ее Color и Base Color шейдера. Первый способ сделать это — отцепить от картинки и прицепить сюда. Если вы захотите это сделать, вам нужно будет вместе с левой кнопкой задержать и Ctrl. Так мы сможем схватить выходное соединение и присоединить к другому источнику. Небольшая заметка. Чтобы подобрать входное соединение, удерживать Ctrl не обязательно. Так что давайте теперь соединим выход с градиентом. Как мы видим, это действительно черно-белый градиент. Клево! Теперь мы снова можем подсоединить картинку и начать размышлять, как их скомбинировать. Так как оба эти нода Color, то нам, скорее всего, нужно что-то, работающее с Color. Это весьма неплохие подсказки для того, чтобы понимать, какие ноды использовать в определенных ситуациях. Давайте вернемся в меню Add и перейдем в Color. Здесь мы видим нод с названием MixRGB. Ну, так как мы хотим смиксовать наши текстуры, то эта штука, походу, то, что нам нужно. Давайте ее добавим. Вы можете увидеть, что пока мы ищем место для нового нода, и наводимся на соединение, они подсвечиваются. Расположение нода на подсвеченном соединении автоматически вставит его между двумя нодами в этом соединении. Для нашего нового MixRGB мы так и сделаем. Теперь, когда мы соединили его с картинкой, вы можете заметить, что наш объект посерял. Это потому, что NoteMix сейчас использует стандартный серый. Он стоит во втором импуте и миксуется с первым. Давайте подсоединим наш градиент ко второму импуту. Это заменит стандартный серый. Как вы видите, мы уже приближаемся к цели. На нашу картинку наложился градиент. Окей. Предположим, сейчас я хочу сравнить две опции. Когда мы замиксовали градиент, и когда мы не миксовали вообще ничего. Для этого Blender позволяет глушить ноды. Просто выберите нод и нажмите правую кнопку мыши для появления контекстного меню. Теперь Toggle Node Mute. Затем вы можете выбрать его снова, чтобы включить. Также есть горячая клавиша M. Вы не поверите, но сделает она то же самое. Как вы видите, глушение нода позволяет нам миновать эффекты этого нода. Градиент больше не показывается. Заметьте, что при замученном ноде, Blender выберет самый верхний инпут. Его-то он и будет показывать на выходе, игнорируя все остальные. Предположим, что переключаясь между этими опциями, я решил, что вообще лучше без градиента. Для этого мы просто можем удалить Node Mix. Чтобы удалить нод, есть несколько способов. Большая их часть работает точно так же, как в окне 3D предпросмотра. Давайте выберем Node Mix, нажмем X, чтобы удалить ее. Но таким образом, нам вручную нужно будет переподсоединить картинку к шейдеру. Не очень веселый процесс, но, к счастью, у нас есть возможность его избежать. Давайте отменять до тех пор, пока у нас не вернется нод Mix. Теперь мы можем нажать на него правой кнопкой мыши и выбрать Delete with Reconnect. Как вы видите, нод Mix был удален, но соединение осталось на месте. Вместо всей этой процедуры можно просто нажать Ctrl-X. Есть еще одна фишка. С зажатым Alt-ом нужно зажать левую кнопку мыши и убрать нод. Таким образом, мы от него избавимся, но соединение останется. Прекрасно. Теперь мой шейдер выглядит точно так, как я хочу. Но так ли это? Я передумал. Теперь я вообще не хочу видеть здесь Image Texture. Как нам полностью отключить картинку от шейдера? Одним из способов сделать это является просто отсоединение конечной точки от нашего нода с текстурой. Интуитивно, но утомительно. Более быстрым способом является использование инструмента LinksCut. Его можно выбрать в быстром меню слева. После выбора с зажатой левой кнопкой мыши вы можете разрезать одно или несколько соединений. Это немедленно разобьет все пересекаемые соединения. Также можно использовать Control и зажатую правую кнопку мыши. Надеюсь, это вступление поможет вам в навигации по редактору нодов и управлению самими нодами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...